Здарова, с тобой Гар. Как вы уже знаете, во время редукса нам перезапустили старые пасхалочки. Недавно была пасхалка второго сезона, где нужно было искать ящички, которые спавнятся в рандомных местах. Но её уже деактивировали. А теперь у нас активировали пасхалку, которую Лорна отсылает к третьему сезону. И здесь нужно нам будет кое-какие манипуляции проделать. Далее в видео я вам расскажу про них. А пока обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Ну и пиши в комментарии, как ты относишься к тому, что они перезапускают старые пасхалки. Напоминаю, что данная пасхалка будет отключена 12 сентября, поэтому рекомендую поторопиться. У меня есть ещё плейлист, в котором собраны все гайды на предстоящие и предыдущие пасхалки. Какой-то в правом верхнем углу и в описании к этому видео. Итак, нам необходимо на четырёх картах найти три колонки JBL, которые зумеры врубают каждый день после школы. Первая карта у нас это намели, потом идёт калейдоскоп, потом космодром. И последняя карта будет возрождение. И обязательно нужно проходить в таком порядке. И обязательно нужно найти все три радио. Иначе вы не сможете выполнить эту пасхалку. Заходим по моему коду подборки на мой сервак, который специально создан для хантинга пасхальных яиц. Код подборки увидите на экране. Первая карта, как я уже говорил, будет на мели. Берём какой-нибудь быстрый транспорт, чтобы нам быстрее добираться до местоположения этих радио. И летим к первой точке, где находится радио. Кстати, радио без разницы в каком порядке активирует. Главное, карты в определённом порядке. Так, я беру вертушку, чтобы мне быстрее достигнуть этих точек. Ну и летим к первой точке. Первое радио находится у нас прямо на носу корабля. Сейчас покажу, где. Вот прямо здесь. Обязательно нужно провзаимодействовать с ним. Ну и немножечко лора нам тут рассказали. Опять же, повторюсь, обязательно нужно с ним провзаимодействовать. Иначе вы не сможете на других картах активировать, если вы какое-нибудь одно радио не активировали. Вторая у нас прямо на капитанском мостике. Находится на самом верху радиовышки. Ну и последняя находится на этой карте. На отшибе. На буе. Который должен был когда-то, наверное, плавать здесь. Сейчас покажу, где. Вот здесь. Вот за это мы получаем карту игрока под названием «Бесконечный потенциал». Ну и немножечко лора. Брокер удивилась. Совет рынка не появляется просто ради обычной доставки АС-42. В первом заговорил Ягуар. В очередной раз Нордвик не подводит. Отличное качество. Задание требует конфиденциальности. Они его выполнят? Спросил дракон. Это компания, соблюдающая нейтралитет. Ответила брокер. Они сделают что угодно. Нельзя оставлять следы, которые как-то могут привести к нам, добавил Воробей. Брокер задумалась. Кажется, в Дайсонг у нас был свой человек. Ну и далее мы можем просто перейти на следующую карту. Нажимаем на Options, Administrator, следующая карта. И мы попадаем на калейдоскоп. Это я сделал для удобства. На калейдоскопе также нужно найти три колонки JBL. Нужно с ними повзаимодействовать. И берем, конечно, что-нибудь побыстрее, чтобы быстрее достигать этих самых точек. Беру вертушку, как обычно, и лечу к первому радио. Первое радио у нас находится на небоскребе Е2. В углу. Вот здесь. Обязательно взаимодействуем. Под контролем черного рынка не только оружие и бойцы. Все корпорации так или иначе у него на крючке. Кстати, если не появляется кнопка взаимодействия, это означает, что вы не выполнили на предыдущей карте. Ну, что-то пропустили. Так что, если такое происходит, то вам нужно перезапустить сервер по новой. И пойти обратно на карту на мели. Любую другую, где вы что-то пропустили. Так, вторая находится у нас на крыше центра Dysing. Вот здесь. Взаимодействуем. Ну и последняя находится на подземной секции шоссе. Можем вот сюда прямо долететь. И вот тут рядом с лифтом. Прямо здесь, вот вы ее видите. Взаимодействуем. Вторую карту игрока мы получили под названием демонстрация преданности. Когда экскурсия по комплексу подошла к M5C, болт, над которым шли работы по сборке, Юн наконец раскрыл истинную причину своего визита директору. Одолжение нашему общему другу, сказал он, протягивая планшет. Чем дальше Бергман читал, тем сильнее тряслись его руки. Это что, шутка? Они правда думают, что Нордвик станет помогать этому террористу. Демонстрация нашей преданности советов. К тому же за тобой должок после проникновения в центр хранения данных. Dysing. Уберегли тебя от последствий. Бергман знал, что будет, если он откажется. Ну и также для удобства нажимаем Options. Следующая карта. И мы попадаем на космодром. На космодроме аналогичная ситуация. Находим три радио. И радуемся полученным карточкам игрока. Итак, на космодроме нам лучше взять штурмовика. И желательно макея, потому что у меня есть крюк кошка. Так будет немножечко удобнее, если вы промахнетесь. Ну и берем вертолет и летим к первой точке. А первая точка находится рядом с D1. Вот она. Взаимодействуем обязательно. Ходят слухи. О, заполучил спутник Sharewater 2. Еще один подарочек от черного рынка. Складываем 2 и 2. И без сомнения, кое-кто пытается создать оружие. Что-то абсолютно новое. Ну и теперь двигаем к следующей. Следующее радио находится на точке А1 на крыше в углу. Вот здесь. Запад с Востоком считают, что они у руля. Ага, как же. Непрекаянные, которых они наняли, уже стекаются под его знамена. Ну и летим к третьей точке. Третье радио на карте находится рядом с ракетой. На вот этих вот контейнерах. Один, девять, четыре, три. Эта передача указывает на объект Форсек. Но какой? За это мы получаем карту игрока под названием Судный день. Совершенство. Вот единственное слово, которым можно было описать фабрику Нордвик. Здесь в полном одиночестве доктор Ворос мог спокойно продолжать свою работу. Наедине с гулом тысячи 3D принтеров, автономно работающих в полной гармонии. Не считая, конечно, его опекуна. Но тот был необщительным. Иногда они могли по нескольку дней не видеть друг друга. Недавно Оз доставил ему оборудование Шер Уотер. А значит, Ворос сможет наконец закончить то, что начал. И когда Шер Уотер 2 обрушится на землю, настанет Судный день. Идем на следующую карту. И последняя карта Возрождение. Здесь тоже лучше взять Макея, так как одна из радио будет на стене. Мы по традиции летим к первому радио и взаимодействуем с ним. Идем на стене. Оно находится вот здесь, на горе. Босс заключил сделку еще с одним партнером черного рынка. Нордвик. Да-да, тот самый Нордвик, который снабжает американцев футуристическим оружием. Рельсотроны. Передовая технология. Такие дела. Летим к следующей. Следующая, как я уже говорил, на стене находится. Поэтому и нужен Макей. Находится она прямо над проходом. Вот она. Только скажите, я осуществил сброс поддержки. А главным поставил своего верного союзника. Человек жесткий. Ну и последнее в самом комплексе, подвале. Летим туда. Вот здесь прямо в уголочке находится. За это мы получаем карту игрока сторож. Иногда в 3 часа ночи он совершал обход сборочных конвейеров. Благодаря программе наблюдения за комплексом это было необязательно. Но он считал это своим долгом. Для него это также была возможность размять свои новые ноги. Подарок от Оза. Замена протезом по последнему слову техники из Нью Каира. Он был далеки от дома. Но Оз говорил, что борьба за их будущее ведется именно здесь. И он будет защищать его ценой своей жизни. Такой вот прикольный талисман на ваше оружие. Норлан. Ну вот и все. Нашли мы все награды. Выполнили данную пасхалку. Спасибо тебе большое за просмотр. Ставь лайк обязательно. И подписывайся на канал, если тебе интересен данный контент. Ну и следующая пасхалка у нас будет пасхалка 4 сезона. Которая была, по моему мнению, самая интересная в игре. В плейлисте есть гайды на эту пасхалку. Я так понимаю, она будет запущена 12 сентября. Всем спасибо. С вами был Гар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok